Первое послание к Коринфянам Ну, знаете, времена меняются, меняются законы, не только обычаи, меняет ситуация. В те времена ещё община – это была община, это всё-таки достаточно сплочённое общество людей. Они были в этом смысле как бы несколько даже обособленными от окружающего мира, но это были, так сказать, всё это было на заре христианства. И апостол мог говорить, призывать людей к этому. Так бы оно хорошо, хорошо было бы, если бы можно было всегда найти разумного человека в своей среде, но не только разумного, но и авторитетного, такого, которому могли бы люди послушать. Не подчиниться, потому что мы, конечно, скажем, ну вот к архиерею, например, но архиерея скажет, он может приказать какому-нибудь, ну, священнику, это понятно, а прочее... Нет, речь идёт не о административной власти, а именно об авторитете, как когда действительно вот святой человек скажет, да, верно, надо бы к нему... Если такой есть, надо обратиться. Но времена меняются. А посмотрите, уже в первом тысячелетии, почитайте, что пишет, например, Пётр Дамаскин, Иоанн Дамаскин. Во втором тысячелетии, посмотрите, что Григорий Синаид пишет. Да, Господи, это можно сейчас перечислять сколько угодно, о чём они говорят. Уже трудно найти наставника непрелестного даже. Григорий Синаид, когда пришёл в XIV столетие на Афон, как он пишет, он не нашёл, кажется, ни одного делателя молитвы. Все подвязались, выполняли службы, всё читали, пели, всё как положено. А делателя молитвы не нашёл. То есть те, которые приобрели бы действительно непрестанную и благодатную молитву. А без молитвы невозможно приобрести евангельского смирения. Невозможно. Так вот, о чём идёт разговор? Хорошо обратиться, когда есть человек действительно святой жизни и авторитетный, и слово которого явится своего рода законом для любого другого члена общины. Когда есть такие люди, и они были, и к ним обращались. А вот представьте, наше время – ой, как непросто! Это очень непросто! И уже потом такая нравственная власть стала как-то снижаться. Люди стали больше обращаться всё к закону как таковому. Поэтому, когда читаешь эти вещи, то скажешь, ну, Господи, надо же ещё! Какие были времена! То можно было к кому-то обратиться. Кто-то мог рассудить, кто-то мог решить. И могли принять это решение. Ну, я вам скажу так, что вот бывают же духовники, и вокруг них группа каких-то людей. И вот эта небольшая группа людей, когда между ними что-то происходит, то духовник может, конечно, решить этот вопрос. И решает. Решает. Но это же небольшая группа людей. Вокруг там одного, допустим, священника, и всё. А можем ли мы это перенести на всех православных? У многих вообще никакого нет духовника. Они просто ходят в церковь, и всё. А там воровство. Ну и кому идти? А вопрос надо прям решать. Поэтому уже обращаются к светским судам. Ничего не сделаешь. Так что времена меняются, и мы с ними. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова